Кравченко на белом свете уже давно нет. Обида на него осталась? В 2000 году, господин Кравченко, когда случилось несчастье вот это с Гангадзе, когда Кучма заказал Гангадзе, я уверен в этом. Послушай, пусть подаст на меня в суд. Ну не может быть. Смотри, 100%. Я не верю в это. По его заказу Кравченко развалил мой бизнес. Они меня пытались уничтожить, мою синюю и так далее. Слушай меня. И они думают, что у них все так, Пинчук думает. Они за все, вся его семья ответственна, Кучма. Передо мной и моей семьей. Они думают, что у них все закончилось. Ничего не закончилось. Слушай дальше. Они, Кравченко, когда убил Гангадзе вместе с Пукачем, я уверен, мы добились в Верховном Совете проголосовать отставку тогда Дыркача, папы. И Кравченко голосами партии Яблоко. Мы добились большинства. И проголосовали обе. И мне посвадил, был такой генерал армии Бандурка. Да. Приличный человек. С Харькова, кстати. Он мне позвонил и говорит, Миш, мы тебя тут в парламенте все уважаем. Но это правда. Я выходил на трибуну, это не тот сегодняшний парламент клоунский. А тогда мы выходили, это был парламент. Можно было выступить и набрать 300 голосов. Я тогда по криминальному кодексу набрал 360 голосов. Кто не верит и проверьте. Без голосования постатейного, без постатейного голосования мне поверили. 600 моих поправок было внесено в третьем чтении. И проголосовали. Я выступил и мне поверили. Так вот. И даже коммунисты в том числе. И Бандурка что? И Бандурка говорит, Миш, я тебя прошу, с тобой хочет встретиться Кравченко. Вот вы его уже все, его в отставку сейчас Кучма отправят, встретиться с ним, пожалуйста. Он хочет с тобой поговорить. И Дима Выдрин тогда, меня убедили с Витей Чайко, что нужно сходить поговорить. Вот послушай, это интересно. Я говорю, ну хорошо. Звонит мне приемная. Я говорю, хорошо, я зайду. У нас тогда партия находилась недалеко от администрации. Это рядом с министерством. И я зашел. 2000 год. Он такой, можно вот, это было перед Новым годом, мы как бы проводим год. Я говорю, ну давай. Водку налили. Он говорит, поднимает рюмку. Я говорю, перед моими присяжными, которые меня когда-то спасли, я не придумываю ни одного слова. И он мне говорит, я хочу покаяться и извиниться, Миш. Ух ты. Кстати, об этом знают много из тогда приближенных, что такой разговор был. Он говорит, я хочу покаяться и извиниться. Я говорю, ты понимаешь, Юра? Он говорит, ты мужик, ты не сломался, это вообще. Я говорю, Юра, смотри, мне все равно, что ты уничтожил, ты не ответственный за то, что ты уничтожил мой бизнес. Пытался меня посадить, то есть моих детей, ну 10 лет это немало, правда, семья и так далее и тому подобное. Он говорит, что я издевался, это ладно, а мы мужики, война, вопросов нет. Я говорю, ну я не могу тебя простить, знаешь почему? Он говорит, почему? Я говорю, ты знаешь, когда ты меня посадил, моей бабушке было 84 года. Она мне в детстве одевала носки. Мама ругала ее за ней. Я говорю, и ей соседка принесла газету, и она умерла. Все можно простить, а вот бабушку нет. Все можно простить, а вот бабушку нет.